Друзья, приветствуем вас на канале CryptoCommons и сегодня мы вам расскажем о следующих новостях в нашем выпуске Ньюсблог Крипто. 280 миллионов токенов XRP с кошельков, принадлежащих крупным китам, пришли в движение за последние 24 часа. А вот и обраточка. Coinbase заставляет сек ответить на петицию о нормотворчестве в своем новом судебном процессе. Binance объявила о запуске продукта для ликвидного стекинга на основе эфира. Комиссия по ценным бумагам и биржам США выиграла иск на 2,8 миллиона долларов по обвинению в манипулировании ценами на криптотокены. И в завершение Джордж Танк расскажет нам о текущей ситуации на рынке. Оставайтесь с нами. Согласно ончейн данным, криптокиты переместили токены XRP на сумму 127 миллионов долларов в нескольких транзакциях за последние 24 часа. Нативная криптовалюта Ripple XRP продолжает падение, по мере того, как рынок цифровых активов показывает красные свечи четвертый день подряд. Тем не менее, криптокиты, похоже, используют текущий спад, накапливая миллионы токенов XRP. Согласно данным, предоставленным Whale Alert, криптокиты переместили более 280 миллионов токенов XRP на сумму примерно 127 миллионов долларов в нескольких транзакциях за последние 24 часа. Самая крупная транзакция, зарегистрированная трекером, содержала в себе 108,9 миллионов токенов XRP на сумму примерно 50 миллионов долларов между неизвестными кошельками. При этом с кошельков-китов было перемещено около 54 миллионов токенов XRP на сумму примерно 25 миллионов долларов на биржу Bitstamp. Цена XRP упала примерно на 2% за последние 24 часа, что привело к снижению за последние 7 дней приблизительно на 13%. При этом важно отметить, что данное падение позволило китам накопить около 67,5 миллионов токенов XRP на сумму примерно 31 миллион долларов путем осуществления нескольких транзакций. Самая крупная из которых, зарегистрированная трекером, содержала более 42 миллионов токенов XRP на сумму более 19 миллионов долларов с биржи Bitso. Таким образом, несмотря на очевидное участие китов в дампе цены, общее количество токенов на их кошельках только увеличилось, на основании чего можно сделать вывод – киты готовятся к росту цены XRP. Одна из крупнейших американских криптобиш Coinbase обратилась в суд США с просьбой заставить SEC ответить на предыдущую петицию о нормотворчестве, которая требовала более четкой нормативно-правовой базы для крипто-сектора. В итоге Coinbase подала иск против комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая вынудит регулятора дать ответ на предыдущую петицию компании. В последнее время SEC приняла более строгий подход к криптоиндустрии, полагая, что большинство фирм нарушают законы о ценных бумагах, не предоставляя никакой четкой политики регулирования. В итоге SEC должна будет сказать «да» или «нет». 24 апреля Coinbase подала так называемый «судебный приказ». Это судебное постановление, предписывающее суду низшей станции, правительству или государственному должностному лицу выполнить свои обязательства по закону. Против SEC в апелляционном суде третьего округа США с просьбы агентства ответить на его ожидающую рассмотрение петицию о нормотворчестве, поданную в июле 2022 года. Летом 2022 года криптобиржа Coinbase попросила SEC предложить и принять правила, устанавливающие регулирование ценных бумаг, которые предлагаются и торгуются с использованием цифровых методов, включая возможные правила для определения того, какие цифровые активы являются ценными бумагами. Спустя несколько месяцев американский регулирующий орган еще не ответил на петицию Coinbase, а в последнем иске говорится, что SEC необоснованно задержала принятие мер. Coinbase недавно получила уведомление Уэллса от SEC, в котором говорится, что фирма, возможно, нарушила законы о ценных бумагах. Хотя криптобиржа утверждает, что не нарушала никаких законов, она заявила, что готова обратиться в суд со встречным иском к SEC. Coinbase также отметила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США под председательством Гэри Гэнслера применяла принудительные меры против криптокомпаний, а не вносила ясность в регулирование. Репрессионные действия Гэри Гэнслера в крипто-секторе также побудили представителя США Уоррена Дэвидсона объявить о планах ввести новое законодательство, которое отстранит босса SEC от его должности. По словам Дэвидсона, увольнение Гэнслера исправит длинную серию нарушений. Своими действиями Гэри Гэнслер очень сильно разослил конгрессменов в палате представителей США, которые в своих вопросах и претензиях буквально втаптывали Гэри в землю. Более подробно мы об этом рассказывали в наших предыдущих выпусках. Что ж, как говорится, каждому по заслугам, но поживем-увидим. Бинанс запускает платформу ликвидного стейкинга. С 27 апреля 2023 года Бинанс запускает в RaptBeaconEath, WB-Eath, на платформе стейкинга эфира. На своей официальной странице Твиттера Бинанс сообщила. Представляем в RaptBeaconEath, WB-Eath, на стейкинге Бинанс Эфир, доступный с 27 апреля с 8 часов универсального времени. Токен WB-Eath позволит вам использовать DeFi, продолжая получать вознаграждение за стейкинг эфира в долларах. Данное стейкинг-решение от Бинанс построено на сети Эфир и ставит Бинанс в один ряд с другими ликвидными продуктами для стейкинга, такими как Coinbase, Lido, Frax и RocketPool. Новые токены WB-Eath позволят пользователям участвовать в инициативах DeFi за пределами биржи Бинанс. В официальном сообщении Бинанс также говорится. Бинанс проводит ребрендинг ETH 2.0 стейкинг на платформе ETH Staking и представляет в RaptBeaconEath WB-Eath. В системе стейкинга ETH с 27 апреля 2023 года 8 часов 00 минут универсального времени. WB-Eath – это новый ликвидный токен стейкинга, где 1 WB-Eath представляет 1 B-Eath. Вместе с общим вознаграждением за стейкинг, полученным с помощью токена B-Eath при стейкинге эфира после 27 апреля 2023 года. Таким образом, после запуска один токен WB-Eath будет эквивалентен одному B-Eath. Согласно заявлению Бинанс, пользователи смогут создавать WB-Eath, нося 1 эфир и наоборот. Бинанс также сообщил, за каждый токен WB-Eath будет ежедневно начисляться вознаграждение за стейкинг эфира в соответствии с ежедневной годовой процентной ставкой по стейкингу эфира. Следует отметить, что продукты ликвидного стейкинга приобрели значительную популярность на эфире за последние пару лет. Согласно данным DeFi Lama, более 8 миллионов эфира на сумму более 15 миллиардов долларов заблокированы в ликвидных деривативах. Большая часть этих активов, почти 75%, принадлежит Lida Finance. 2,8 миллиона долларов штрафов прилетело одной из криптокомпаний от Комиссии по ценным бумагам и биржам. Длящийся 7 месяцев судебный процесс между регулятором ценных бумаг США и фирмой, предположительно манипулировавшей ценами на криптовалюту, завершился выплатой 2,8 миллионами долларов штрафа. 20 апреля судья окружного суда Нью-Йорка вынес решение против Hydrogen Technology Corporation и ее бывшего генерального директора Майкла Росса Кейна в иске, поданном Комиссии по ценным бумагам и биржам США, назначив им выплатить 2,8 миллиона долларов в качестве средств правовой защиты и гражданскоправовых санкций. Сумма включает в себя примерно 1,5 миллиона долларов потерянной прибыли, которые относятся к доходам, полученным от незаконных действий, а также штраф в размере более 1 миллиона долларов. SEC подала жалобу в сентябре, утверждая, что Кейн использовал маркетмейкера Hydrogen Moonwalkers Trading Limited для осуществления схемы, которая манипулировала объемом и ценой его токена RC20 Гидро. И Гидроген, и Кейн теперь связаны условиями мирового соглашения, которое запрещает им дальнейшее оспаривание обвинений, выдвинутых против них SEC. Кейну и компании запрещено продавать какую-либо дополнительную криптовалюту до тех пор, пока токены Гидро не пройдут тест Хоуи и не получат дальнейшее одобрение SEC. А судя по тому, с какой скоростью и как понятно SEC рассказывает и разъясняет, это событие, скорее всего, произойдет никогда. И завершает наш выпуск. Выводы и наблюдения по рынку от Джорджа Танго. Сначала Джордж нам рассказывает про приближающийся халвинг и то, как рынок реагировал на предыдущие моменты халвинга до и после. Это довольно классический подход к анализу рынка, но после Джордж переходит к чему-то гораздо более интересному. Давайте послушаем. Друзья, взгляните сюда. Это бычье пересечение, на которое я обращал ваше внимание ранее. Ну, то есть, сейчас увидеть старые цифры тяжелее, потому что они гораздо выросли и старые значения стали маленькими. Но каждый раз, начиная движение от этого дна, мы образуем пересечение MACD, после чего биткоин начинает взрывной рост по мере приближения халвинга, а также после образования халвинга. В итоге мы говорим о десятках тысяч, десятках тысяч процентов прироста. 18 тысяч процентов было в 2012-м. 8 тысяч 500. У нас было 8 тысяч 500 процентов прироста в 2015-м. Также тысяча 200 процентов в 2019-м. Возможно, в этот раз будет тысяча. Может быть, будет всего лишь 800. Или 500. Неважно. В любом случае, этого будет много. И это бычье пересечение уже начнется скоро. Вот-вот образуется. Да, с одной стороны, мы можем сказать, что это вовсе ничего не значит. Так как прекрасно знаем, рынку на все наплевать. Он может поступить совершенно непредсказуемо и так, как захочет. Но с другой стороны, в техническом анализе речь идет про вероятности. И сейчас история говорит о том, что этот сценарий наиболее вероятен. В любом случае, это не финансовый совет. Поступайте на свой страх и риск. Бла-бла-бла. В любом случае, мы все устали от зимы и очень ждем лето. Поэтому на этой позитивной ноте мы завершаем наш выпуск. И надеемся, что информация в нем была вам интересна и полезна. Желаем вам отличного трейдинга и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова